Слава Богу, братья и сестры! Дети наши ушли, и полсобрания нету, да? Ну, слава Богу, это тоже церковь будущая. Сегодня прекрасный день, и уже мы говорим и поем об этом великом событии, которое совершилось на земле, рождение Иисуса Христа. И сегодня брат молодой нам рассказал поучительное святворение, что это не едмороз, да? Это не елка, это не подарки, это что-то большее. Это что-то большее. И я сегодня немножко хотел бы также поговорить именно уже о рожесвинской теме, о том, что, кем является Иисус Христос, и поговорить именно о том, о Его, самое первое, о Его имени, Иисуса Христа. Мы вчера дома читали это место, я прочитаю для вас всех. Это говорится в самом начале Евангелия, где говорится о рождении Иисуса Христа. И Его возвестил рождение, возвестил ангел, да? Я думаю, наших детей нам не всегда ангел возвещает, да? Что родится у тебя сын или дочь. Но здесь произошло очень важное событие. Написано, это первая глава Матвея, когда явился ангел Иосифу и говорит, родишь, родит сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. И что дальше произошло, так и случилось, это в последнем стихе первой главы, 25-м. «И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Имя Иисус. Это имя, оно было заранее предписано Богом, да? Имя этому младенцу, оно заранее было предписано Богом. Я думаю, что все вы столкнулись с таким вопросом, особенно тех, у которых есть дети. Как же назвать ребенка, да? Были такие у вас рассуждения, и, может быть, даже с трудностями сталкивались. Как же назвать? Книжки искали, много перечитывали имен, и, может быть, даже не так искали значение этого имени, как оно звучит, да? Или, ну, разные соображения у людей, когда они называют своих детей. И, знаете, иногда слышишь имя, думаешь, откуда они взяли? И никогда такого не слышал имени. Никогда не слышал. Даже наша первая внучка и какое-то необычное имя, да? Они долго думали и решили назвать Серафина. Ну, раньше я мало слышал таких имен. Но имя, которое Бог определил своему Сыну, было обычное имя в Израиле. В то время было очень много Иисусов. Очень много. Это было популярное имя. Когда Иосиф назвал имя Сыну, которое родила Мария, назвал его Иисусом, никто даже не спросил, и не удивились, а почему Вы дали это имя? Оно какое-то особенное. Бог позабочился о том, чтобы это имя, оно было обычное. Оно было обычное, и в то же время оно было особенное. Я думаю, что много в то время, может быть, сверстников Иисуса Христа имели то же самое имя. Иисус. Я знаю, в Риме мы были, да? И когда там они о нас заботились, и те, которые нам готовили кушать, вот его было звать Иисус. И я удивился, думаю, он филиппинец сам, и его имя было Иисус тоже. И я так думаю, да, оно именно распространенное, это имя. И знаете, я думаю, что очень много людей называют имена в честь, в честь каких-то людей, да, знаменитостей, может быть, каких-то полководцев, или известных людей. Бывает, люди называют Давидами, да, много есть Давидов. Давид, ну, был большим человеком, известным в Израиле. И много людей называют Давидами. Вот сейчас даже наши называют Давидами. Но давайте немножко вникнем в смысл имени. Знаете, в Израиле очень часто называли имена с определенным смыслом. Они очень много значили. Даже если взять первых людей, Адам и Ева, они, конечно, ошиблись в своем выборе. Ева назвала первого человека приобретенной, да, «Приобрела я человека от Господа», но он не оправдал свое имя, Каин. Он не оправдал свое имя. Написано, Каин был не от Бога. Он почему-то не оправдал свое имя. Впоследствии он стал человекоубийцей. Второго своего сына Ева назвала Авель, что означает суета. А фактически Авель, он больше был богословением и с Богом находился. Он принес жертву, которую Бог принял. И много мы видим имен, которые в Слове Божьем имели определенное значение. И значение было важное. И люди старались называть людей этими именами. Помните историю Ноемини, да, когда она возвратилась, после того, как случились с нее многие несчастья, она вернулась и говорит, «Больше не называйте меня Ноеминью, приятная. Называйте меня Марою», то есть Горечь. И в Израиле эти имена на имена обращали очень большое значение. Если мы читаем пророка Осию, который пророчествовал и очень переживал за отпадение народа израильского, он томился этим положением. И Бог говорит ему, когда он имел детей, говорит, «Назви первого сына своего таким-то именем, да, он назвал Израиль». Что значит Израиль – это идет суд, надвигается суд. Вторую дочь назвал, как я записывал, Лорухима, непомилованная. Вторую дочь назвал непомилованная. И третью назвал «Лоами», то есть «Немой народ». Вот такие имена, они имели определенное значение, и они что-то несли с собою. Но давайте посмотрим именно на того человека. В Ветхом Завете мы встречаемся с именем Иисус несколько раз. Первый раз это написано в числах. В числах, когда Бог повелел Моисею, это 13 глава чисел, со второго стишка написано, «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю кананскую, которую я дам сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцов их, пошли главных из них». И мы видим здесь перечисление от каждого колена народа израильского, и от колена Иудина был Халев, от колена Иосифа Ефремова был Осия, Синнавин, Осия. И Осия обозначает его имя, значит, имеет значение спасение, Осия. И этих людей 12 Моисей послал в эту страну, чтобы они посмотрели, говорят, пойдите посмотрите, какова эта земля хорошая и плохая, какие люди живут там, какие города, высмотрите, посмотрите, придите, плодов принесите, и принесите нам ответ. И мы видим с историей, они ходили 40 дней, проходили, аж до самого Египта опустились, и возвратились через 40 дней назад. И что произошло? Эти люди, они расслабили народ израильский. Они сказали, да, земля хорошая, земля, которая Бог ведет нас, очень хорошая. Действительно, там течет молоко и мед. Но люди там очень сильные, высокорослые, города укрепленные. Говорят, мы были в глазах их, как саранча. То есть, они расслабляли народы. Мы видим, что из-за их такого поведения, то есть, малодушия, они народ израильский обвернули лицом к Египету. Они говорят, изберем себе начальника и вернемся в Египет. Они стали плакать. Но там было два человека, Иисус Навин, Осия, которого Моисей впоследствии переименовал Иисус. Осия, сын Навин. Они укрепляли народ. Они говорят, не беспокойтесь, эта земля хорошая, Господь поможет нам. Господь ведет нас. Господь победит эти народы. Мы с ним победим. Они достанутся нам. И когда Моисей услышал, вот Иисус Навин говорил такие слова, он ему дал другое имя. И что же оно значит? Мы знаем, что это имя Иисус в древнееврейском языке означает Иешуа. То есть, Бог спасает. Иешуа. И Моисей добавил к этому имени Осия имя Иегова. То есть, Иегова спасает. Бог спасает. И Он дал ему это имя Иисусу. То есть, Осии. Он дал ему имя Иисус. Это было сделано Моисеем. Я думаю, Моисей это сделал он не случайно. Он Бог ему это все говорил. Иисус Навин Он был как бы преобразом преобразом Иисуса Христа. Он был спасителем. Он ввел народ израильский. Мы знаем впоследствии. Хотя здесь в этом повествовании мы видим, что Бог хотел поразить народ израильский из-за того, что они отвернулись. Они не поверили Богу. Бог говорит и как бы жалуется на этот народ. Говорит, они видели сколько чудес. Они видели столько знамений. И они все равно не верят мне. Они больше десяти раз искушали меня. Говорит, я поражу этот народ. Но Моисей вступился и говорит, Господи, что скажут египтяне? Ты вывел народ израильский и не смог вести его. Говорит, Боже, помилуй этот народ. И что Бог сказал? По слову твоему. прощаю этот народ. По слову твоему прощаю. Моисей вступился, как ходатай, и Бог, я считаю это, я удивлялся, как Бог слышал Моисея. Говорит, по слову твоему прощаю этот народ. Но весь этот народ, который видел чудеса мои, которые не слушали, они падут пустыни костями. 40 лет. Я им определяю год за день, как они ходили осматривать эту землю, они понесут наказание. И все эти люди, которые ходили осматривать эту землю, они все в один день были поражены пред Богом. Бог их поразил, кроме Иисуса Навина и Халева. И мы видим, что впоследствии Иисус Навин заменил Моисея и он, конечно, ввел народ израильский в эту обитованную землю. Он ввел народ израильский, он получал очень большие победы, он преодолел вот эти народы, действительно, с Богом. Он не рассчитывал на свои силы. Когда Моисей давал ему это имя, он видел, что Иисус, то есть Осия, он говорил, что мы с Богом, Бог победит, Бог поведет, и он это сделал с помощью Господа. Слава Богу! Мы видим второе имя, второй раз встречается имя Иисус, это уже в конце Старого Завета, это где говорит Захария пророк Захария говорит о Иисусе первосвященнике, Иисус Великий Иерей, написанном во второй главе Захарии. И показал он мне Иисуса Великого Иерея, стоящего перед ангелом, Господним. И что дальше интересно? И Сатану, стоящую по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь Сатане, Господь, да запретит тебе Сатана, да запретит тебе Господь, избавивши Иерусалим. И дальше Иисус же был в запятнанной одежде и стоял перед ангелом. Это символизирует священников, герои священников, тех, которые приносили жертвы за народ израильский. Написано, они каждый день должны приносить жертвы и в первую очередь за себя, в первую очередь за себя. Они не могли священники и первосвященники очистить греха народа израильского. И здесь этот первосвященник Иисус, он символизирует, то есть показывает на то, что он, все эти священники, все эти жертвы, они не в состоянии были смыть греха народа израильского. И дальше Исаия, то есть, извиняюсь, Захария, он говорит и показывает в восьмом стежке, говорит, «выслушай же Иисус великий Иерей, ты и собра те твои сидящие перед тобою мужи знаменитые. Вот я привожу раба моего отрасль». Отрасль с большой буквы. Он показывал на Иисуса Христа, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей, вот я вырежу наем начертание его, говорит Господь Савов, и изглажу грек земли этой в один день, слава Богу. Братья и сестры, это говорится и показывает он именно в будущее на то, что придет эта отрасль, придет другой, который будет камнем, на котором будет вырезано это имя и написано он изгладит грехи народа в один день, слава Богу, братья и сестры, и все это, эти имена, они были символами, они символически показывали на того, который должен пройти на Иисуса Христа, и проходили годы, проходили может быть тысячелетия, сотни лет, проходили, и народ израильский ожидал, был в ожидании именно того, который придет Иисус Христос, и прошло время, и мы знаем это событие, когда над полями Вифлеема зазвучала эта музыка, запели ангелы, и они засвидетельствовали пастухам о том, что в Вифлееме родился Иисус Христос, Спаситель, Иисус Спаситель, слава Богу, написано, мы сегодня говорили, Иммануил, знамя Бог, это есть спасение Божье, Иисус Христос, который пришел спасти, это есть прекрасное имя Иисус, то есть Бог спасает, это есть Его имя, Бог спасает, Иисус Христос, и очень важно, чтобы мы знали это имя, знали это имя, знаете, очень многие сейчас употребляют имя Иисуса, не придавая Ему значения, да, вот много, да, даже в Америке здесь говорят и употребляют это имя, не придавая Ему большого значения, но мы счастливы с вами, что имя Иисуса Христа мы приняли, мы его познали. Иоанн пишет в первом, первой главе Иоанна, мы читаем, здесь можно с самого начала читать, но я возьму несколько стишков, написано с десятого стишка, в мире был, мир через него начал быть, и мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли. Кому это к своим он пришел? К евреям, он пришел к своему народу, написано, он пришел к своим, а свои его не приняли, его отвергли, его распяли, пришел к своим, свои его не приняли, а дальше? А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые нет крови, нет хотения плоти, нет хотения мужа, но от Бога родили, слава Богу, братья и сестры, здесь говорится именно о том, что Иисус Христос пришел к своим, пришел к Израилю, пришел к тем, которые ожидали его, может быть, тысячелетиями. Иисус Навин, Он вел народ израильский как бы в эту обитованную землю, где течет молоко и мед, но Он им не принес покоя, Он не принес им мира. Мы видим, что войны продолжались на протяжении всего времени. Народ израильский попадал в большие рабства, зависимости, приходили всякие народы, они их как бы порабощали в свое время, а потом Бог их снова избавлял. И евреям написано, что если бы Иисус Навин принес им покой, доставил им покой, то не нужно было бы говорить о другом дне. Но Иисус Навин, хотя Он совершал великие победы в Израиле, Он не смог принести народу израильскому покоя. Он не смог их спасти от их грехов. Он не смог их освободить от рабства. Иисус Навин, поэтому Слово Божие говорит о другом, о другом. Оно показывало на Того, Который может спасти. И также Иисус Иерей Великий не смог народ израильский освободить от греха, то есть заступить их согрешения. Поэтому мы сегодня вспоминаем того Иисуса Христа. И сегодня, братья и сестры, мы говорим о том, я хотел бы обратить наше внимание именно на то, как бы поддержать нашего брата, который говорил это стихотворение именно на важность нашего отношения к Иисусу Христу. Важность нашего отношения. Мы знаем, что когда Иисус Христос родился, сообщили волфы, волфы об этом узнали. Волфы, это люди не были принадлежащие к израильскому народу с востока, мы вчера говорили, откуда это с востока, это из Индии, или же из Китая, или с Аравии, или откуда, там не написано, написано мудрецы с востока, они услышали об Иисусе Христе, то есть о царе родившемся, не знали еще его имени, они увидели звезду, и что они сделали? они решили пойти разыскать его и поклониться, они решили принести ему честь, они решили прийти воздать ему должное, они долго шли, они искали, они расспрашивали, они шли, звезда шла впереди, потом почему-то ее не стало, но они шли, они искали, они пришли к Ироду, они сообщили, что мы видели звезду, родился царь, где он находится? Ирод услышал, написано, услышал весь Иерусалим, и что, они возрадовались? Они приняли его? Написано, они встревожились, Ирод встревожился, встревожились первосвященники, книжники, они встревожились, почему бы им не было не встретить его, как должно? Они встревожились, они не приняли его, Ирод захотел его убить, уничтожить, почему? Потому что за ним стоял князь мира этого, за этим Иродом, он знал, что это тот, который в свое время поразит его в голову, он знал, что это тот, который придет и над ним совершит эту победу, Иисус Христос. Братья и сестры, и мы видим, что Ирод его не принял, он не принял, первосвященники, те, которые должны были встретить, которые должны были показать народу на него, они его не приняли. И последствия Иисус Христос, он вырос, он стал на свое служение, и мы видим, многие люди ходили за ним, очень много людей ходили за Иисусом Христом, очень много видели чудеса, знамения, которые совершал Иисус Христос. Как некогда народ израильский Бог выводил, и они видели много чудес, много знамений, они не верили Богу, они не поверили Ему. То же самое произошло во время Иисуса Христа. Очень многие видели Иисуса Христа, очень многие получали исцеление, очень многие видели чудеса, но немногие его приняли. И Иисус Христос говорит, вы ищите Меня. Говорит, не потому, что видели чудеса, но потому, что вам хорошо было, да? Вы ели хлеб, насытились, поэтому вы ищите Меня. Я хотел бы прочитать одно место. Были несколько людей, которые решали, что же нам сделать, принять или не принять. Один из этих людей, он говорится, это уже, когда Иисус был на суде, когда он шел последний день, последний путь своего служения, и он стоял перед Пилатом, и он всячески хотел его отпустить. Всячески хотел отпустить. Говорил этим фарисеям, старейшинам, книжникам, говорит, я отпущу его. Нет, ты не можешь отпустить, не будешь другом кесаря. И много, и он пытался, говорит, вот вам нужно, на праздник я должен кого-то отпустить. Он предложил им двоих. Кого вы хотите, чтобы я отпустил? Иисуса, называемого Христом, или же Вараву, который был разбойник, человекоубийца. И что они сделали? Они говорили, сказали, отпусти нам Вараву. И что Пилат сказал? Пилат говорит им, что что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Это 27 глава, 22 стишок. Пилат говорит, что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Этот вопрос, он сегодня звучит каждому человеку. Этот вопрос сегодня звучит каждому. Что же ты сделаешь с Иисусом? Этот вопрос звучал, вы знаете, когда Иисуса судили, Пилат его отправил к Ироду, царю Ироду. Написано, Ирод хотел видеть Иисуса давно. Он желал сильно его видеть. Он много слышал о нем, и он хотел его увидеть. Он хотел увидеть его. Написано, он хотел и когда Иисус Христос пришел к нему, он сильно обрадовался, что увидел Иисуса Христа. Казалось бы, Ирод, это твой шанс, это твой момент. Ты сегодня имеешь эту прекрасную возможность встретиться с Иисусом, Христом. Ты его хотел видеть. И вот он перед тобою. Написано, он задавал ему многие вопросы, но Иисус не отвечал. И что Пилат сделал? Написано, он насмеялся над ним, уничижил его со своими воинами, насмеялся и отпустил опять к Пилату. Это то, что сделал Ирод. Сегодня очень много людей, они встречаются с Иисусом, но они его не принимают. они его не принимают. И им от этого никакой пользы. Сегодня очень многие люди, они знают об Иисусе Христе, называются его именем, но оно им ничего не дает. Почему? Они его не принимают. Сегодня звучит вопрос каждому человеку, что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Что я сделаю с ним? Мы с вами блаженны, что мы ответили, что мы оказали в числе тех, написано, те, которые приняли его, верующим во имя его дал власть называться и быть детьми Божьими. Слава Богу! Братья и сестры, сегодня это и есть прекрасный день, прекрасный праздник, когда мы вспоминаем о том, что для нас есть Иисус Христос. Для нас Иисус Христос это намного больше, чем просто называться христианом, христианином, носить его имя. Иисус Христос для нас есть намного важнее. Это тот, который освободил нас от грехов наших. Никто, написано, не мог это сделать. И Иисус Христос в один день написано, «Он избавит людей Своих от грехов их». Родишь за Сына, наращешь Ему имя Иисус, ибо Он избавит людей Своих от грехов их. Людей Своих. Каких людей Своих? Кто Свои Ему? Народ израильский. Они не приняли. Это мы с вами. Те, которые приняли Его. Он избавит людей Своих от грехов их. Как? Каким образом? Для того, чтобы избавить людей Своих от грехов их, получить эту победу, Иисусу Христу нужно было сначала разорить дом сильного. Написано, что никто не может войти в дом сильного и похитить вещи его, если прежде не свяжет сильного. Иисус Христос это сделал, слава Богу. Он разрушил дела дьявола. Он поразил его. Написано, что он сошел даже в преисподнюю и вывел оттуда во плен, пленил плен и дал дары человекам. Иисус Христос написано, перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Слава ему, братья и сестры. И для того, чтобы ему получить эту победу, он имел эту битву, это сражение на Голгофе с этим врагом душ человеческих. Он имел эту битву, и он поразил его в голову. И там совершилась эта победа. Написано, он в один день простит грехи народа. В один день это был решающий день, когда Иисус Христос совершил эту победу. Это есть прекрасное имя Иисус Христос. Слава ему, братья и сестры. И мы будем благодарить его. Мы будем прославлять его имя. Он достоин славы, он достоин хвалы. И когда мы размышляем об этом, мы сегодня слышали о том, именно о том, что мы должны прилагать усилия, то есть быть похожим на него, чтобы прощать ближним, чтобы являть его свет, являть его любовь, чтобы людям, окружающим распространять и показывать вот эту свободу в Иисусе Христе. И Петр говорит, апостол Петр в Деянии апостолов написано 4 глава это в Деянии апостолов написано в 4 главе, что нет другого имени данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени под небом данного людям человеком, которым надлежало бы нам спастись. Слава Богу! И поэтому очень важно, чтобы мы знали и чтобы наши дети понимали значение вот этого имени Иисуса Христа, что это не есть, как брат говорил, это не есть праздник обычный, это не есть подарки, это есть что-то важное в жизни каждого из нас. Имя Иисуса Христа, которым мы спасаемся. Имя Иисуса Христа, которое принесло нам победу. Поэтому мы давайте поблагодарим Бога, преклонимся перед Ним. А может быть, кто еще не решил, что он сделает с Иисусом, то есть прекрасная возможность это сделать. Если кто еще не принял это решение, что же все-таки я сделаю с Иисусом, называемым Христом, то есть возможность сделать это, есть два варианта, или принять, или не принять. Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Да благословит Бог, чтобы нам действительно ценить это имя, ценить ту победу, которую совершил Иисус Христос. И имея прямое отношение к этому, дорожите этим, держаться этого, потому что в имени Иисуса Христа есть спасение, в имени Иисуса Христа наша жизнь, в имени Иисуса Христа наше оправдание. И мы сегодня стоим в преддверии этого большого праздника Рождества Иисуса Христа, когда весь мир христианский отмечает этот день, когда пришел Иисус Христос на землю, чтобы совершить эту победу, освободить людей, спасти людей своих от грехов их. И кажется, Иисус Христос пришел, ну почему только своих людей, да? Христос говорит, что придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Придите. Есть возможность для всех, но не все принимают. Не все сделали это решение. Иисус Христос, Он победил, и сегодня эта победа, она для каждого человека есть возможность, дает возможность иметь спасение, иметь жизнь вечную, зависеть от того, как мы относимся к Иисусу Христу, принимаем или не принимаем. Да благословит Бог, и мы прославим Его имя, воздадим славу Богу за это имя Иисуса Христа, за эту победу, которую Он совершил для нас. Прославим Его имя. Христа, Христа,